Это городок Сисайд на побережье Тихого океана, недалеко от города Портленда. Мы остановились в отеле Best Western Plus Ocean View Resort. Вначале нам не повезло с номером. Мы зарезервировали комнату, но нам сказали, что что-то там пошло не так. И первую ночь мы провели в какой-то комнате практически без окон. Но зато вторую ночь нам дали вот эту чудесную комнату, даже с двумя окнами, с балконом. И вот с таким видом на достопримечательность города Сисайд. Гору под названием Голова Теламука. По преданию это был предводитель индейского племени, которые здесь проживали. И с таким видом на городок Сисайд, который в общем-то маленький. И все дома, которые расположены по первой береговой линии, обычно это или гостевые дома, или мини-отели, или дома, которые сдаются в аренду. С чудесным видом на Тихий океан и вдали виднеются горы. За горами расположен штат Вашингтон, откуда мы приехали. Всего три часа в пути и мы уже здесь. Конечно, не все дома сдаются в аренду или предназначены для мини-отелей. Некоторые дома это просто летние домики для тех, кто сюда приезжает провести отпуск. А так выглядит наш балкончик. Это наша комната довольно большая, с мини-кухней. Вот эта вот подушка с цветочками. Это моя, я ее с собой вожу. Я любительница комфорта. Могу спать только на своей подушке. А здесь есть даже и камин. Это пока вещи мы поставили, еще не разобрали. Всем привет! И в этой комнате такая роскошь. Есть еще одно окно. То есть у нас есть одно во всю стену окно с балконом и в боковой стене еще одно окно. Живем роскошно. Вышли гулять, делаем фотографии на фоне горы Голова Теломука. Погода прекрасная, немножко ветерок, но тепло. Основное место для прогулок это вот эта улочка, которая проложена вдоль побережья Променад. Место, где все прогуливаются, прогуливают собак, детишек, ездят на велосипеде, выходят на пробежки. И здесь также вот такие вот развлечения. Этот молодой человек все два дня, которые мы провели в Сесаде, стоял и выпускал эти мыльные пузыри. Людям развлечения, детишкам развлечения. А он зарабатывал деньги. Там стояло ведро с надписью, что приветствуется поощрение, денежное поощрение. А вот эти ребята копали эту яму тоже все два дня. И так и непонятно, зачем они ее копали. Но по всей видимости это у них такое развлечение. А парень продолжает развлекать детей и проходящих по Променаду отдыхающих. Эти мыльные пузыри такие разноцветные, такие большие, такие стойкие. Так вот и летали все время над Променадом. А так выглядит пляж. Здесь можно не только полежать, посидеть, отдохнуть, расслабиться. Но еще есть одно популярное развлечение. Это запускают воздушные змеи разных видов, размеров, цветов. Их можно везде купить. И с хорошим ветром действительно красивое развлечение. В Сесайде очень широкие песчаные пляжи. А особенно они становятся широкими во время отлива, как сейчас. И, конечно, здесь хватает места для всех развлечений. И змей запускать, и мыльные пузыри запускать. И вон ребята продолжают копать яму. Что-то они там хотят найти. Вода довольно холодная. Но это же апрель. На самом деле, круглый год вода в Тихом океане довольно холодная. Вон как змеи летают. А ребята продолжают копать. Один уже выкопал практически в свой рост. Немножко дымка, потому что, наверное, испарение от океана. Все-таки солнышко яркое, теплое, а вода холодная. А воздух чудесный. Здесь можно просто провести время, прогуливаясь по этому песчаному пляжу. И очень много можно увидеть здесь таких архитектурных сооружений из песка, песчаных замков. Очень даже симпатичные. Чувствуется, у кого-то есть архитектурный талант. Там даже ров для воды предусмотрен. Все построено посерьезному и с выдумкой. А можно просто постоять на берегу океана, послушать шум волн, подышать свежим воздухом, посмотреть вдаль, расслабиться, отдохнуть. Это прекрасное место для отдыха. Сисайд – прекрасное место, где можно хорошо отдохнуть. Мы сюда уже приезжали не раз, и очень нам нравится это место. Оно тихое, спокойное. Для семейного отдыха предназначено, наверное, больше, чем для активных молодежных развлечений. А всего в 7 милях от Сисайда, как раз за этой горой, головой Теламук, расположено веселое молодежное место – Кеннон-Бич. Вот там много всяких развлечений, там весело, там музыка, там много ресторанов. Там, в то есть, каждый может найти то место, где ему больше нравится, и что ему по душе. А парень продолжает развлекать всех. Красивые у него получаются мыльные пузыри. Вон какие разноцветные. А Сисайд – это не только пляж, и не только пляжные развлечения. Это городок, в котором есть много отелей. Здесь есть река. Вдоль реки расположены деревянные мостки. И мы прошли, прогулялись по изнаночной стороне Сисайда. Тоже очень мило и симпатично. Это отельчики, расположены с видом на реку, на горы. Кому что нравится. А здесь на реке тоже есть свои развлечения. Такие надувные лебеди и еще какие-то животные. Ну, это типа водяных велосипедов. Там катаются обычно родители с маленькими детишками. Всем удовольствие. Ну, а мы вернулись опять на променад. Идем, гуляем, наслаждаемся хорошей погодой, чудесным воздухом. Приехали отдохнуть, и мы отдыхаем. Любуемся на эти симпатичные домики, которые расположены на первой береговой линии. Это, конечно, дома очень дорогие, многомиллионные дома. Ну что ж, в стоимость включено и расположение дома, и вид из этого дома. А на берегу после отлива можно увидеть вот такие ракушки, раковины, устриц, панцири крабов. Здесь, конечно, очень много этих хищных чаек, которые все выклевывают, съедают. Они все время голодные, очень агрессивные. Очень заинтересовались мной. У меня в руках был телефон, я снимала. И, наверное, думали, что у меня угощение. Собирались выхватить его. А это очень интересная раковина. Говорят, она приносит счастье. Погода сегодня прекрасная, несмотря на то, что ветер. И все-таки довольно прохладно. И вот они стоят, чайки, ждут своей добычи. Некоторые летают, конечно. Надо мной летали, все время посматривали на телефон в моих руках. А эти стоят, ждут, когда вода отойдет, и что еще покажется, что их можно съесть. Добывают себе еду и пропитание. Ну что это? Закон природы. Или тебя съедят, или ты кого-то съешь. А мы продолжаем прогуливаться по променаду, вдоль этих замечательных домиков. Все так чисто, красиво, аккуратно, приятно. И хорошо, что нет дождя. Здесь очень часто бывает дождь. А сегодня солнечно и приятно. Весна, птички поют. В Сесайде такие широкие пляжи. Народа не очень много. Это место для семейного отдыха. Здесь, конечно, много семей с детишками. Много пожилых людей. Здесь можно спокойно отдохнуть. Места хватает для всех. А день потихоньку подходит к концу. И мы отправились в рыбный ресторан, который называется Финс Фиш Хаус. Вот такие нам ракушки принесли. Очень даже вкусные. Там что-то остренькое было. И вот такие такосы и жареную рыбку. Все было очень вкусно. А мы посидели еще на берегу. Посмотрели на закат солнца, который всегда очень привлекательный. Здесь очень много людей выходят к этому времени. Снимают, делают фотографии. Я тоже сделала маленькое видео на память. До свидания, солнышко. Мы тебя ждем завтра. И всем желаю, чтобы завтрашний день был еще лучше, чем сегодня. Чтобы у всех, если были проблемы, все проблемы закончились. И наступил замечательный новый день. Спасибо, что приходили в гости. Приходите еще. Субтитры сделал DimaTorzok